Всем привет! Меня зовут Наташа Гром и сегодня у нас очередное внеплановое видео. Ну, так получилось. Как вы знаете, впереди в этом году пройдет ежегодный фестиваль видеоблогеров, который самый большой, который самый крутой, и он называется Видфест. Как вы знаете, фестиваль я посещаю каждый год, потому что, ну, это реально для меня это прикольное событие, где можно со всеми встретиться, со всеми поговорить. В этом году Видфест 2017 открывается в Санкт-Петербурге, который пройдет 27 мая. В Питере такое мероприятие пройдет уже во второй раз, в Москве, как вы знаете, в третий. Ну и, как вы понимаете, стартовал прием заявок на этот фестиваль, на Видфест уже сейчас. Если вы круто снимаете, если ваши ролики креативны и не важно абсолютно сколько у вас подписчиков, вы также можете оставить заявку и попасть туда. То есть вас могут пригласить, вы можете потусить, соответственно, если вы из Питера или если вы можете доехать в Питер. К сожалению, на Видфест 2017 в этом году, который открывается в Санкт-Петербурге, я доехать не смогу. Да, я на самом деле собиралась, не важно как зритель, как блогер, но у меня была такая идея поехать туда. Причем я уже даже всем друзьям в этом сказала, что вот в мае я еду в Питер. Но у меня абсолютно не складывается по некоторым причинам. Я не успеваю. Я знаю точно, что в мае мне там не будет, к сожалению. Это очень грустно, потому что в прошлом году я действительно хотела туда рвануть. Но когда данный фестиваль будет проходить в Москве, конечно же, я приду, потому что у меня будет такая возможность. Я очень надеюсь, что с кем-то из вас я там встречусь, потому что даже в прошлом году мне удавалось находить зрителей, которые меня смотрят. Знаю точно, что на данный момент заявку подали в Питер. Такие блогеры и будут там точно. Это Юджин Сагас, Вера Любарская, Стас Давыдов, Вилсаком и Берсик, Наташа Берсик. Вот. Это пока что весь список, который там будет. Но я так понимаю, что постепенно блогеры дают свое согласие. И совсем скоро они уже объявят полный список. Я думаю, что в мае месяце, как раз таки перед началом этого фестиваля, будет абсолютно полный список всех участников. И я искренне надеюсь, что в этом году у всех у вас сложится такая возможность, как сфотографироваться без давки, без какой-то толкучки. И у каждого человека будет возможность сфотографироваться со своим любимым блогером. Потому что, собственно, именно для этого и придумал был Витфест. Ну ладно, что уж обычно об этом так долго разглагольствовать. На самом деле, я этот ролик подготовила для того, чтобы создать такое некое предвкушение перед фестивалем. Я понимаю, что там еще впереди почти два месяца. Но я нашла у себя на компьютере очень много видео, которые я не выпустила на тему Витфеста. И вы, конечно же, сейчас их посмотрите, увидите. Не знаю, мне просто жалко эти куски куда-то выбрасывать. И я решила показать их вам. И чтобы разбавить атмосферу, давайте сейчас посмотрим и еще раз вспомним, как было на Витфесте в 2016 году. Видишь своих зрителей там в реальности и все такое. Ну второй Витфест уже так, ну да, я понял. Третий уже тоже так, значит, ну да, я понял. Ну и поэтому мы на Витфестах еще снимаем реакции ютуберов, чтобы было хоть чем заняться. Мы уже сняли, кстати, ответы на школьные вопросы, часть 3. Я так на тебя вчера шла, и ты такая... Классный денек, Лёд. Не умри по всем. Не умри там. Да. Обнять? Пойдем. Поплопаем, давай. Двойку я получил по ИЗО. По ИЗО. Я нарисовал такой, ну я так вижу, блин. Ну ладно, там двойку. Следующий, когда я поступил на рекламный факультет в институте, мне сказали, нужно сделать симметрию и асимметрию нарисовать. Причем из коллажа сделать симметрию и асимметрию. Что я сделал? Я сделал, вырезал из журнала Луи де Финесса, поставил Луи де Финесса, вырезал бабл, типа Луи де Финесс думает, и приклеил просто презерватив на бабл. И сказал, это асимметрия. Ну потому что ничего симметричного там не было. Симметрия я сделал немножко по-другому, но там менее интересно. И вот тогда меня выгнали, не то, что только все, лопатков. Все, выходишь, я такой, конечно, до свидания. Вот да, вот мои двойки. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы очень давно общаемся с Ильей, с Алиной, и так постепенно хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и ювелись в компанию вот так. Вот так это называется, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Просто здесь 12+, поэтому познакомились на концерте Крым-Восток. Я надеюсь, что видео вам понравилось, и мне очень приятно что-то для вас делать, снимать, готовить. Поэтому совсем скоро мы с вами встретимся в другом ролике. Вот так вот. Вот прям вот так вот. И в Коко Джамбу опять, да. Я вас всех очень люблю. Это была огромная Наташа. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok